МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эти минуты в центре Петербурга работает оперативно-следственная группа. Полицейские разыскивают двоих мужчин, которые ограбили круглосуточный секс-шоп. Светит, светит, светит. Ну, что-то ищет. Собака была? Да, они с собаками тут. А много народу ходит? Да через пять минут каждый милиционер ходит туда-сюда. Рано утром налетчики ворвались в магазин, угрожая ножом и пистолетом, вынесли из помещения кассу и скрылись. Сейчас сотрудники полиции вместе со специально обученной собакой прочесывают все крестные дворы. Уже известно, что товар интим-магазина остался полностью нетронутым. Этой ночью в самом центре Петербурга сгорело кафе на первом этаже жилого дома. Обошлось без пострадавших. Замечательное было кафе с неплохой кухней, не доставляющее нам, как жильцам, никаких неудобств. Единственное, у них всегда каждую зиму льдом забивало вывеску, а так, в общем, с ними было все хорошо. Случившееся оказалось куда серьезнее сбитой сосулькой вывески. Заведение полностью выгорело еще до приезда спасателей. Впрочем, остановить огонь, который мог подняться выше, им все же удалось. Пожар в кафе начался спустя несколько часов после закрытия. По словам специалистов, без посторонней помощи здесь, скорее всего, не обошлось. Внутри они якобы обнаружили сразу несколько очагов возгорания. А это прежде всего говорит о поджоге, который, как видно, оказался удачным. Осторожно летающие сосульки. Зимой в Петербурге не только опасно гулять по дворам, но и парковать там машины. Кое-где слишком ретивые коммунальщики решили с отличием выполнить распоряжение начальства. И ледяные глыбы полетели вниз прямо на автомобиле. Вячеслав Добролюбов подробнее. Крыша, лобовое стекло, двери. Все под замену. Несколько ледяных глыб, упавших с 30-метровой высоты, превратили поддержанный Мерседес финского предпринимателя в самый настоящий утиль. Ремонт кузова вряд ли обойдется дешевле стоимости самого автомобиля. Я и подумать не мог, что в России так относятся к чужому имуществу. Бросать снег прямо на машины – это непостижимо. Мужчина уверяет, никаких объявлений о предстоящих работах коммунальщики не развешивали. Предупреждения появились, когда несколько машин уже были выведены из строя. Эти объявления рабочие развесили только сейчас, когда стемнело, а лед они сбивали еще утром. Местные жители пытались убедить гастарбайтеров немедленно прекратить работу, однако те сделали вид, что не понимают по-русски. Я вышла на крыльцовую, видела, как тут бежа, просто с такой жалостью пикают машины от того, что на них падает снег. И я видела, как они просто как варварски скидывали, и все это трещало, и колотились эти машины. Сами рабочие заявили, что выполняли распоряжение начальства, и за припаркованные внизу машины ответственности не несут. Мы сказали, что здесь машина стоит чудо, они сказали, что здесь лед был. Лучше сломать машину, здесь ходят люди, попала эта голова, а потом страшно. Судя по всему, теперь гость из Финляндии будет долго судиться с местной управляющей компанией. Он уже написал заявление в полицию и обсуждает дальнейший план действий с другими потерпевшими. Шлава Добролюбов, Игорь Баринов, место происшествия. В Петербурге с поличным задержан организатор преступной группы, который, по версии следствия, наладил поставку наркотиков в разные регионы России. У подозреваемого был килограмм наркотического вещества. Позже, во время обыска в гараже, оперативники нашли еще 5 килограммов амфетамина и 3 килограмма гашиша. При этом, изъятая партия еще не самая крупная за всю историю наркогруппы. По оперативной информации, группа действовала около 3 лет. Оборот наркотиков достигал 10 килограммов амфетамина и около 10 килограммов гашиша в месяц. Эту группировку, члены которой предпринимали усиленные меры конспирации, оперативники разрабатывали около года. За это время было задержано 10 ее участников. Теперь же дошла очередь и до организатора. К этому часу все. Теперь наша программа есть и в социальных сетях. Будьте с нами в Фейсбуке, Твиттере и Вконтакте. Если вам довелось оказаться на месте происшествия или вы стали очевидцем каких-либо событий, столкнулись с несправедливостью и вам нужна наша помощь, звоните по телефону в Петербурге 916 30 74. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова